Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Оля и несмотря на то, что мои видео преимущественно всегда посвящены парфюмерии, сегодня я записываю для вас болтологию, как вы уже могли, возможно, догадаться по названию. Поэтому, если вы на меня подписались исключительно ради парфюмерных видео, не переживайте, они в будущем, разумеется, обязательно будут. Я уже говорила ранее, что иногда могу чуть-чуть выкладывать более личные темы, те, которые не имеют порой отношения к парфюмерии совершенно. И я думаю, что в этом нет ничего удивительного, потому что, наверное, каждому человеку, кто ведет свой блог, все-таки иногда хочется разнообразить контент. К тому же, мне самой есть что рассказать, возможно, некоторые мои истории кому-то помогут. Если кому-то интересно, то они посмотрят, потому что я из тех людей, что если мне нравится какой-то блогер, я смотрю, наверное, самые разные темы, которые может только выгрузить человек. Я хочу сегодня поделиться с вами способом, который, ну, точнее даже не способом, а отношением к ситуации, которая мне помогает легко отпускать людей. Я думаю, что каждый из вас сталкивается с такой ситуацией, когда в вашей жизни присутствует человек, но наступает такой момент, когда, в принципе, ваше дальнейшее общение в целом невозможно. Это могут быть совершенно разные ситуации, более простые, более сложные, например, если это семейный порог, который есть дети. Но я, наверное, больше затрону именно более простые ситуации, потому что знаю, что даже с такими простыми ситуациями некоторые очень-очень тяжело расстаются. Пассажиры в вашей жизни. Именно так я называю тех людей, которые к нам приходят временно. В принципе, в жизни каждого человека ничто не вечное. Ни зелёная трава, которая у нас растёт под ногами, ни люди, которые нас окружают, потому что все мы смертные. Даже животные, которых мы растим, любим и потом с огромным-огромным грузом на душе отпускаем, когда их жизненный путь тоже подходит к концу. Но так как моё видео преимущественно посвящено людям, я хочу сегодня рассказать вам именно про то, как отпускать людей. Я как раз всех тех людей, которых я встречаю в своей жизни, даже если они невероятно для меня близки, даже если это какие-то родственники, друзья, которых я знаю огромное количество лет, или просто коллеги по работе, для меня все эти люди одинаково пассажиры. И для кого-то это прозвучит отчасти грубо, я могу это представить, что вот у вас ваш любимый сын, и он для вас всего лишь пассажир. Но точно так же и вы для него тоже являетесь пассажиром, потому что у каждого из нас свой жизненный путь. Есть ситуации, когда дети повторяют судьбы своих родителей, на мой взгляд это не совсем правильно. Но такова наша жизнь, все те люди, которых мы встречаем на своём пути, они пассажиры. То есть ваш жизненный путь, вы можете сидеть, можете представить себе что угодно, автомобиль, велосипед, автобус, трамвай, поезд, что угодно. И те люди, которые к вам подсаживаются, то есть вы главный водитель, вы пилот, и к вам подсаживаются как раз таки все вот эти пассажиры. Когда вас родители, естественно, на это место посадили, они некоторое время с вами находятся рядом, но как мы все с вами знаем, рано или поздно тоже это всё происходит. Нас покидают родители, мы покидаем наших будущих или уже у кого-то, если есть детей. И точно так же, как и мы когда-то, они отправляются уже в свой одиночный путь, они самостоятельно принимают решения, они самостоятельно решают, что они хотят по жизни и что им необходимо. Я думаю, что такая философия как раз таки ещё подойдёт тем людям, которые не могут отпустить из гнезда своих детей. Оставили грубую часть позади, теперь перейдём к тем людям, которые вам встречаются. К примеру, какие-то знакомые, возможно, неудачные отношения, либо просто те люди, которые вам кажется, что могут быть вашими лучшими друзьями, но потом как-то ваши пути расходятся и вы, естественно, уже не общаетесь. Я знаю по примеру своих друзей, по своему примеру, что некоторым очень тяжело отпускать определённый круг общения. В моей жизни тоже было много друзей, которых мне поначалу было тяжело отпускать. Однако раз за разом, когда мы встречались и общались, я понимала, что у нас тем для общения общих уже нет. Это, в первую очередь, связано с тем, что мы выросли, и те интересы, которые у нас были в детстве, они совершенно не идут ни в какое сравнение с тем, что есть сейчас. У кого-то есть семья, у кого-то её пока что нет. Соответственно, кому-то интересно обсуждать прививки, а кому-то интересно обсуждать путешествия, и они по темам, в принципе, не особо состыковываются, потому что у людей меняются приоритеты. И тут начинаются вот эти самобичевания, как так, мы же общаемся всю жизнь, мы знаем друг друга с детства, мы через огонь и воду и медные трубы прошли вместе, и, естественно, с такими людьми расставаться очень тяжело. Я никогда не верила в фразу «люди не меняются». Люди меняются, потому что все проходят через определённый жизненный опыт, через ситуации. Бывают обстоятельства, которые ломают людей, ситуации, которые заставляют некоторых смотреть озлоблено на мир, либо наоборот дают понять, что раньше они себя вели неправильно. Поэтому, когда я встречаю вот этих любителей, говорит, что люди не меняются, мужчину невозможно изменить, любого человека возможно изменить, если он сам того хочет. Поэтому, как правило, если вы сталкиваетесь с такими людьми, которые не меняются, отказываются этого делать, значит, их устраивает то, что они из себя представляют сейчас. Если они считают, что им удобно быть хамлом, им удобно быть гулякой, бухающим, но это очень такое грубое сравнение, то, значит, это его выбор, и уже дело за вами. Хотите ли вы такого человека в своём кругу общения или нет? Я немного ушла от темы, но чтобы вы понимали, почему некоторых людей порой приходится отпускать и принимать их как пассажиров. Они пришли в вашу жизнь, сели на ваш пояс, что-то вам дали, возможно, что-то рассказали, какой-то свой жизненный опыт или ситуации, с которыми сталкивались, и вы из этого что-то полезное для себя усвоили. Возможно, они даже не рассказывали вам свой жизненный опыт, вы наблюдали за их опытом и позже уже сделали для себя выводы, что так делать нельзя. Нет, я не хочу быть таким же, как он или она. Я не хочу повторять этих ошибок, потому что я знаю, что последствия будут такими-то и такими-то. Таких людей вы даже порой можете воспринимать как тех, которые вам определённые жизненные уроки преподносят, которые служат проводником для саморазвития, для того, чтобы понять для себя, что вам нужно, что вы хотите. У меня была, к примеру, такая коллега по работе, и я наблюдая за тем, как вот эта взрослая женщина ведёт себя с мужчинами, я чётко поняла, какие я вижу с её стороны ошибки и то, что я их никогда не буду повторять. Бывают ситуации, которые можно было бы назвать тупик. К примеру, если это электричка, то она раз за разом приезжает в тупик, у неё нет дальнейшего пути. И это связано с тем, что те люди, которых она себе позволяет подсадить, они не дают никакого личностного роста, они не дают возможности развиваться, они угнетают. Эти пассажиры, они скорее тянут ваши жизненные силы, ваше вдохновение, ваше желание что-то делать, ваше желание самостоятельно расти и как-то развиваться. Причём это всегда могут быть разные люди, вы знаете такое слово «типаж». Очень свойственно многим в отношении второй половинки, к примеру, да. Вы раз за разом находите один и тот же типаж женщин. И эти женщины, они из себя внешне что-то похожее представляют, и потом, как оказывается, они по характеру что-то такое представляют. И у вас личная жизнь с этими женщинами раз за разом не складывается, потому что вы постоянно наступаете на одни и те же грабли, как принято говорить. Наверное, это смысл всей моей истории, то что иногда, если вы встречаете одних и тех же по каким-то признакам людей, которые вам не дают добиться вашей цели, значит, вы себя как-то подсознательно направляете на таких людей. Одна из самых главных причин, которая нас может держать около того или иного человека, я думаю, самая распространенная и чаще всего применяемая к большинству ситуаций – это привычка. Вы привыкаете, особенно это касается, опять же, отношений. Вы привыкаете к тому, что рядом с вами вот этот человек, и вам очень не тяжело избавиться от этой привычки. Он уже про вас всё знает, и он знает, как вы можете среагировать в определённых ситуациях, как он может ответить и прочее, прочее. Поэтому, опять же, вы привыкаете, что рядом с вами есть человек, которого вы, просто говоря, ну, грубо говоря, знаете. Точно так же, как от любой привычки, от людей, к которым вы привыкли, тоже трудно отказаться. Поэтому, когда я стала воспринимать всех тех людей, которые временно приходят в мою жизнь, и с которыми мне приходится расставаться в силу совершенно разных обстоятельств, иногда дружба иссякает, иногда какие-то взаимоотношения тоже иссякают, иногда жизненный путь этого человека подходит к концу, и, соответственно, всех этих людей, их надо научиться отпускать. И я их воспринимаю действительно как пассажиров сейчас, то, что они пришли, они оставили след в моей душе, в моей жизни. Я их за это очень сильно благодарю и считаю, что то, что они появились, это не случайно. Я очень благодарна, что они мне дали определенные жизненные уроки. И как бы мне не было грустно с ними расставаться, я понимаю, что моя жизнь не вечная, и тратить её на то, чтобы проводить время с тем, кто не хочет его проводить с тобой, совершенно неправильно. Точно так же, как определенные люди в моей жизни являются пассажирами, аналогичная ситуация и со мной. Я сама являюсь всего лишь пассажиром в чьей-то жизни, всего лишь попутчиком, который зашёл на одной станции и вышел на другой. Даже если этот опыт, совместное времяпрепровождение было негативным, значит, оно должно мне дать понять, что я делаю неправильно. Возможно, я что-то говорю неправильно, неправильно веду себя в каких-то ситуациях, и значит, я должна вырасти, я должна быть выше того, что произошло, и научиться быть таким человеком, которому не будет стыдно за свои слова и за свои поступки. Вот такое получилось видео. Я знаю, что оно очень странное, вы, возможно, во мне какое-то странное впечатление можете сложить, но я иногда читаю самые разнообразные книги, если вам будет интересно, я в будущем сделаю такое видео, но вот этот подход, он взят скорее не из книг, а из моего как раз-таки того периода, про который я вам рассказывала ранее в своих видео, когда я была отрезана от цивилизации и от социума на долгий срок, скажем так, не было из чего сделать выводы. Я надеюсь, что вам было интересно провести эти минуты со мной, если вам трудно отпускать людей, то, возможно, такой подход будет для вас полезен, по крайней мере, попробуйте хотя бы разово над этим подумать и какого-то человека из своей жизни таким образом отпустить. Если этот способ не для вас, то ничего страшного, я думаю, что всё это сугубо индивидуально. Если вам нравятся такие мои болтологические видео, пишите мне в комментариях, я буду продолжать их периодически снимать. У меня в планах снять про токсичную дружбу. Ну а я вас увижу в следующем ролике. Большое спасибо за подписку на мой канал и за пальчики вверх в этом видео. До встречи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok